Всем привет! Сегодня будет опять ножевой выпуск и опять такой вот анонс, потому что опять особые случаи. Вот это вот все у меня вот здесь вот это вот эти вот супер финки Оу Найф. Их много и разные. Вот три ножа и по рукояткам они разные. Вот один нож тут с такими сабельными спусками и три вот с линзой. Причем они все разные. Линза такая прямо тонкая. Я таких даже не видел. Очень ровная. Не знаю, сложно даже показать будет и рукоятки у них разные. В общем, что я планирую сделать с этими ножами. Ну и сейчас это будет что-то типа вот такого первого впечатления. Я просто буду доставать там. Посмотрим, что за ножны, какие материалы. Общее впечатление выскажу о том, что сразу могу сказать. Но в дальнейшем я планирую как бы взять с собой куда-нибудь на охоту. Там сделать весь спектр бушкрафт работ с ножом. Ну какие я делаю для такой категории ножей. И потом уже выскажу свое мнение. Вот такое субъективное мнение. Что больше нравится. Как будет себя вести. Что-то им порежем. Точить их не буду. И посмотрим и по ощущениям реза. То есть там на канале Оу Найф уже сделали какие-то тесты. Там какая твердость. Какие стали. Канат что-то там порезали. Я буду такие вот тесты делать. То есть в процессе там разделка какая-то. Что-то построгаю. Там вот ну то что я в лесу делаю. То есть я как практик люблю больше такие тесты. Ну давайте я поближе вам эти ножи покажу. Может что-то порежем. Я еще даже не ел вообще. Вообще столько дел надо и дом как-то убрать. У меня там валяются там не знаю. Там позвонили сегодня с РОНТВ. Там что-то хотели какое-то интервью у меня взять. Видимо уже это известный какой-то этот. Становлюсь в бушкрафтах. По термобелью. Я вам говорю давайте про ножи расскажу. Что там термобелье. Примитивщина какая-то. Все знают. Нет. Говорят надо по термобелью. Так что надо дом убрать. Там у меня валяются гильзы, ножи везде. Там ружья. Приедут подумать. Сумасшедший здесь живет. У меня четыре ножа. В таких коробочках они приходят. Самый маленький. Посмотрим. Микарта на рукояти. Вот уже сразу могу сказать что вот мне вот такая микарта нравится. Потому что она знаете вот такая американская. Это уже бывает на ножах бак. У нее как будто эти волокна как-то выходят на поверхности. Из этого такое приятное ощущение как тряпка. У всех микарт я такую предпочитаю. Здесь такой цвет совсем защитный. первоначальное ощущение как это в руке сидит. Она такая короткая. Вот эта рукоятка. Всего 10 с небольшим. Поэтому когда ее держишь она прям совсем в руке утопает. Это практически вот что вот такой нож. Вот такими ножами у меня кстати никогда не резался. Потому что они постоянно упираются в руку. Здесь еще темляк такой видите с совой. Ну темляк на охотничьем ноже для меня это охотничьи ножи. Абсолютно не нужен потому что это испачкает все в крови. Тут сова есть прикольно. У меня кстати на канале тоже символа сова. Вот клинок у него длиной где-то восемь с половиной сантиметров. И оба где-то два два с половиной. То есть совсем таки не перекаченные. Вот это первый. Кстати по ножнам я сразу могу сказать что вот у больших ножей, вот к этому побольше этого. Это одни из самых правильных ножен, что я видел. Потому что у кайдекса есть одна проблема, что когда долго лазишь где-то обязательно туда пыль какая-то, песок попадает. И бывает они потом нож там тупят, тупят. Поэтому здесь видите как сделано. Во-первых, они достаточно широкие. Там это не особо касается. Во-вторых, огромное вот такое отверстие здесь. Это можно прям под водой сильно промывать. Это прямо вот самое правильное ножное. В остальном, если их на морозе ногами не топтать, то такая очень долговечная вещь и легкая. Но это вот, вы знаете, я вот таким ножом пользуюсь. Я считаю, что это вообще один из лучших ножен в плане практичности. Доставать легко, и огонь раздувать, и помыть можно. И вот дырка тут маленькая. Но здесь не кайдекс, она там все болтается. Здесь вот такой кайдекс сделан, что он нож не зажимает. Поэтому там особо не будет царапаться. Единственное, что надо будет проверить вот эту петлю, как она будет там с рюкзаком, с поясом. Я даже рассматриваю вариант. Может откручивать это и в кармане носить, как вот 510-ю. Потому что вот эти ножи, это же, считай, эти премиальные 510-е. И вдобавок вот еще одна вещь, которая мне сейчас понравилась. Сейчас покажу. Вот эти вот обвалочные ножи. Видите, у них брюхо тут не в конце идет, а по всей кромке. И вот эти вот ножи, они тоже все вот такие вот. Вот этот, вот этот. Это как именно рыбацкий или bird and trout идут ножи охотничьи. По мелкой дичи. Большую тоже можно. Для меня вот как большую часть охоты я делаю именно по какой-то мелкой дичи. По птицам там с собакой. Поэтому такие ножи для меня основное. Но большая дичь это на самом деле очень редко бывает. И там, в принципе, добыть ее для меня проблем никаких нет. Единственная проблема это лицензии. Потому что коммерческие лицензии очень дорогие. А вот такие, которые не коммерческие, дешевые, их достать бывает тяжеловато. И так-то пойти там подстрелить. Но это не так, как, знаете, там собираются вот из Москвы охотники. Там раз в году скидываются и там гоняют в осей. Для человека, который там в лесу очень часто бывает. Подстрелить какое-то крупное животное. Это когда знаешь, куда они там ходят, где бывают. Это больше мясо-заготовка, чем какое-то приключение. Так, что-то я сбиваюсь. Ну вот, давайте еще раз. Вот на самом маленьком ноже сталь Кромакс. Еще из Крио. Что это за сталь? Надо будет получше изучить, потому что я чего-то такого даже не слышал. Ой-ой-ой. Ну это что-то такое остро заточенное, видимо резучее. Но это я изучил, что это за материал. И тесты тоже проведем. Так, с маленьким ножом пока все. Теперь вот какой-то средний нож. Такие же ножны у него вот. Тоже большое отверстие. Кстати, вот на маленьком ноже нет вот такого отверстия. Или оно запаяно. Кстати, рекомендую сделать побольше. Это самое важное вообще в кайдексных ножнах. Чтобы они легко промывались и туда грязь не набивался. Тоже не сжимают клинок, а фиксируются только вот. У каждого ножа есть какие-то капельки здесь. Там насечки поэтому. Вот этот средний Zen 690 тоже с криво. Эту сталь я очень хорошо знаю. Лучший результат, который у меня был на ноже. На таком премиальном от Rusty File катлере. Я не знаю, тут тоже криво есть. И они как-то так сделали, что нержавейка может резать лучше, чем какие-то инструментальные типа D2. Посмотрим, как вот это себя покажет. Главное геометрия. Я уже вижу, что это прям такие резаки-резаки. Геометрия самая главная. Нож с хорошей геометрией. Он будет бить даже на плохой стали. И тупой. Нож из классной стали, но с плохой геометрией. Вот этот нож, смотри, тоже из Zen 690. Норс. Финка с грибком. Я люблю, на самом деле, финки с грибком. Как вот и 510. Это полноценный упор. Таким ножом никогда не порежешься. Микарта. На рукояти тоже вот такая вот, на тряпку похожа. По поводу материалов, допустим, вот на этом ноже. Это самый большой. Называется он из М390. Тоже с кривым. Серьезно. Норс. Ф. И тут уже прям приличный длинный клинок. Самый длинный из всех. Тут один с половиной длина клинка. 2 и 3 миллиметра в обухе. Очень плавная линза, сатин. Ну вот это надо будет потестить. Тут еще я вижу, что это здесь микарта. А здесь G10. По поводу G10 это намного более тяжелый материал. Это, считай, стекло укрепленное. Поэтому он чуть будет похолоднее, чуть потяжелее. Это прям чувствуется, что вот этот нож, он потяжелее вот этого, допустим. Сравним его с ним по клинку. Что касается баланса. Вот такие ножи, я считаю, все должны быть баланс на рукояте сильно и равномерно распределены. Потому что вам любой фехтовальщик скажет, что когда баланс на рукоятку, управляемость ножа возрастает. Поэтому, если этим ножом не рубишь, то когда вес равномерно распределен по всему ножу и на рукоятку, то это лучше. Если на клинок будет, то на такой нож плохо управляется. Поэтому тут ничего вымерять не надо. Он должен открывать эти ладони. Я считаю, что он не должен просто из руки вываливаться. Вот это отличный баланс для ножа маленького. Я что, все показал? Не все. Вот такой нож с грибком. Вот видите, тут не линза. Тут такие от 1 3 спуски прямые. Это тоже хорошее решение. У них еще, кстати, есть ромб. Это тоже такая интересная фишка. Тут как бы ребро жесткости получается. Вот оно еще на острие выходит. Это вообще супер. Потому что вот таким ножем еще бывает какую-то кору там отдираешь. Поэтому это как вот на мечах делали. Тут никакой мистики нет. Просто материала вот в этой части больше. Поэтому вот для таких вот всяких вещей это хорошая геометрия. В принципе линза то же самое дает. Потому что она вот такая вот ребро жесткости сейчас. У нее вот здесь вот. То есть нож чуть более будет стойкий на излом. Но это резаки. Ими это делать не будешь. Ладно, этими ножами хочу порезать что-то. Так, сейчас будем резать. Не могу удержаться. Из холодильника что-то набрал. По-быстрому. Первый год маленький ножик, у него такой 2 мм клинок. По форме он прям такой. Берден траут. Одно удовольствие им там будет рыбу разделывать. Посмотрим. Вот это да. Ну тут прямо как бы это. Вроде это линза. Но тут она такая очень тонкая. Поэтому тут вообще никакого раскалывания нет. Это просто я не знаю что это такое. У меня так шеф ножи не режут. Отлично. Понятно, что как-то чистить там это такими ножами чистить какую-то луковицу это вообще одно удовольствие. Сыра у меня кусок есть. Сыр кстати такой тяжело разрезаемый продукт. Он липнет. Влажная такая охотничья дисциплина нарезка сыра. Кстати тут еще плюс получается линза чуть отваливает его не липнет. Такой сыр тяжело нарезаемый. Вот это маленький нож. Ну как бы здесь вообще отлично все. Сталь только пока мне непонятная. Кромакс. Так теперь нож с этим. Такой от одной трети прямые спуски достаточно большой. Тут на вид наверно вы ничего не увидите так особо. Да эта сталь она какая-то странная. Там прям чувствуется. Она как-то по-другому режет. Чем N690. Большой нож. Ну как большой. Один с половиной и три миллиметра в обухе. Вот это я понимаю линзы. Линзы линзы. Супер линзы. Линзы линзы. Субтитры сделал DimaTorzok Честно говоря, порезу я вообще не чувствую, что тут мощный нож, что он тонкий. Единственное, есть такой момент в управляемости, потому что он совсем такой маленький, контролирует порезу эту луковицу, могу хоть там, не знаю, вот так сделать. Ещё остался средний нож, тоже с линзой. И потолще у него вот этот обувь. Ну это такой же. Ну хотя вот, не знаю, может кажется, но вот это как будто потяжелее немножко идёт. Тут просто такие резаки, что как бы тут это что-то придираться. Ну они режут супер круто. Но если даже взять мору там, это уже совсем другое ощущение. Видно, что эти скандиспуски давят. Тут дело геометрии как бы. Резаки они должны резать. Ещё курица есть. Блин, что я творю вообще здесь? Ну вот такие ножи, это как бы вообще, не знаю, посмотрите, там промышленные ножи для разделки. Птицы, курицы, они вот все вот как раз в такую форму имеют. Я не думаю, что здесь будут вообще какие-то проблемы у этих ножей. Он просто не замечает это всё. Ну вот так вот. Да, так вот. Помню. Это реально есть. Назовная. Тихо. 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 Вот как бритвы какие-то Распилю им хребет что ли? Точить не буду Вот этот я за 690 скрыл Бритвы в волосах Все с этим надо заканчивать пока Я думаю первое впечатление мы получили Я пойду поем а то мне уже хочется Съесть сырого мяса